МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На вопросы населения губернатор Игорь Кошин ответил в редакции общественно-политической газеты Нарьяна Виндер. За время прямой линии она длилась больше часа, в редакцию газеты успели позвонить более 10 человек. Что волнует жителей округа, узнала Любовь Пермякова. Большинство вопросов, которые жители региона задали губернатору, касались ветхого и аварийного жилья. И в Толе Ивановной 70-летняя пенсионерка с улицы Совхозной пожаловалась губернатору на плохие жилищные условия. По словам женщины, ее дом признан ветхим, 68% износа и подлежит расселению. Женщину интересовали сроки расселения. Я точно уточню время сноса и, соответственно, предоставление вам другого жилья, потому что вы правильно говорите, 68% износ выше 65% и, соответственно, вы стоите в плане сноса. Я уточню, когда по дому, до вас вся информация будет доведена лично. И третье, что я хотел сказать, так как вы являетесь представителем такой категории, как «Дети войны», у нас единственный округ, где мы в свое время приняли увеличенные доплаты данной категории, ежемесячные доплаты. И сегодня очень многие субъекты начинают эту тему обсуждать более глубоко и более детально, с тем, чтобы попытаться все-таки подровняться на нас и ввести подобные доплаты. С жилищной проблемой губернатору округа обратились и жители дома по улице Меньшикова 6А. В 2013 году износ дома по данным кадастрового паспорта составлял 76%. В этом году, согласно документам, уже 65%. Следовательно, дом отнесен на второй этап программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Жители дома в недоумении, с чем связано такое омоложение. Проблема сложная, но вот в этой проблеме, когда вы должны быть расселены, значит, я разберусь. Вот, поверьте, не первый дом, с которым мы сталкиваемся, когда, ну, там кто-то что-то ли перепутал. Скорее всего, это все происходит неумышленно, потому что поток большой, у нас большой объем ветхого жилья, ветхого и аварийного. Поэтому с вашим домом разберемся. На сегодняшний день я четко понимаю, что, значит, нас заверяет подрядчик, в ноябре, значит, в ноябре, значит, в декабре будет сдача шести секционного дома на, значит, по новому кварталу. Он целиком и полностью пойдет под ветхоаварийное жилье, потому что это проблема, это реальная проблема. Значит, я сейчас дам поручение профильному департаменту, они посмотрят по вашему дому, почему вас ставили, значит, там во второй этап, а почему вас не ставили в первый этап. Если есть возможность переставить, то вас переставят. Всего жители Ненецкого округа, главе региона, по телефону задали более десяти вопросов. Вопросы также можно было направить и на электронный адрес редакции. Ответы на них адресаты получат в письменном виде. Традиционные прямые линии – далеко не единственная возможность для населения пообщаться с главой региона. Игорь Кошин ежемесячно проводит личный прием граждан, активно общается в социальных сетях, принимает вопросы по телефону горячей линии. Задать вопросы можно и по круглосуточному телефону горячей линии и на личной странице в соцсетях. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Поэтому основные цели такого мероприятия – это установление контакта между государством и гражданским обществом, просвещение молодежи о деятельности прокуратуры, привлечение внимания прокуратуры региона к проблемам молодежи, формирование традиции встреч молодежи с органами власти. Сами понимаете, прокурор не может приходить на все мероприятия, связанные с общественностью, поэтому именно общественная палата сегодня является неким таким модератором, на основе которой мы хотим дать сигнал, что сегодня, в первую очередь, прокуратура открыта к диалогу, более того, хочет быть прозрачной. Ваш регион на сегодняшний день 29-й, который я посещаю, и мое посещение, в принципе, носит больше формальный характер, потому что хотелось бы, чтобы такие встречи проходили без гостей из Москвы, а внутри региона. В ходе диалога с прокурором, который длился два часа, молодежью Ненецкого округа был задан ряд вопросов. Они касались занятости населения, проблемы алкоголизации и распространения алкогольной продукции на территории округа, преступлений среди молодежи, поступили вопросы от доноров региона и многие другие. На мой взгляд, это очень полезная встреча. Нужно, необходимо, с одной стороны, мы получаем информацию о состоянии законности. Каждый вопрос содержал в себе определенную проблему. И если в ней содержится информация о правонарушении, то это наше руководство к действию. С другой стороны, часть вопросов звучала, связанная с разъяснением законодательства. Это тоже функция прокуратуры. И мы услышали о проблемных вопросах, которые требуют еще правового регулирования. Вот, на мой взгляд, сегодня мы задали только еще общий тон диалогу именно с молодежной общественностью. Я думаю, что следующие встречи, которые у нас произойдут, будут носить уже тематический характер. По итогам встречи, отметил Николай Егоров, будут скорректированы планы работы по пропаганде права. Для ведения такой работы в образовательных учреждениях региона будут привлечены молодые юристы. А ряд поступивших предложений мог лечь в основу законопроектов округа. Состояние дел на рынке труда и востребованность кадров Эти вопросы обсудили в рамках круглого стола, трудовая занятость в НАУ, состояние, проблемы и пути их решения. 100% жилого фонда города Нарьинмара подключено к системе отопления. Такие данные были озвучены на расширенной планерке при губернаторе Ненецкого округа. Минтруд России разместил для общественного обсуждения проект приказа об утверждении целевых прогнозных показателей в области содействия занятости населения. Показатели будут утверждаться ежегодно и действовать в качестве минимальных в целом для субъекта Российской Федерации. При этом в разных центрах занятости населения исполнители власти субъекта могут устанавливаться разные показатели с учетом территориальных особенностей. Также впервые появляются показатели в расчете на одного работника службы занятости населения. Такого рода показатели, доведенные до каждой биржи труда, повышают индивидуальный уровень ответственности каждого работника, что положительно отразится на результативности. Планируемые показатели по количеству заявленных вакансий, доли и численности трудоустроенных в расчете на сотрудника центров занятости значительно различаются в разных регионах и частично объясняются разной социально-экономической ситуацией, включая уровень обращаемости граждан и численность зарегистрированных безработных. В следующем году в целом по Российской Федерации доля трудоустройства должна составить не менее 63% от общего количества обратившихся за помощью. В настоящее время в проект приказа вносятся изменения с учетом обоснованных предложений, поступающих из субъектов. Документ планируется ввести в действие с 1 января 2017 года. Состояние дел на рынке труда, подготовку и востребованность кадров, кадровое обеспечение системы здравоохранения, поддержку малого и среднего предпринимательства как меру по содействию занятости населения. Эти вопросы обсудили в рамках круглого стола «Трудовая занятость в НАУ. Состояние проблемы и пути их решения», инициированного Собранием депутатов Нинецкого округа по предложению главы региона. В настоящий момент в службе занятости населения Нинецкого округа зарегистрировано 529 безработных граждан. Уровень безработицы составляет 2,3%. Коэффициент напряженности на рынке труда равен 1,2%. В течение 9 месяцев 2016 года среди граждан, обратившихся в Центр занятости населения, наиболее востребованными являлись следующие профессии. Подсобные рабочие, кочегар, производственные ключи, водители автомобиля, машинисты, кочегар, котельные, специалисты, рабочий по богоустройству населенных пунктов, уборщик производственных и служебных помещений, плотник, бухгалтер, дворник, сторож, фактор, повар, штукатолог. При этом работодатели выставляли вакансии медицинской сестры, врача, уборщика, производственных помещений, дорожных рабочих, консультантов и других. На сегодняшний день в Центре занятости существует 555 вакансий. Чтобы содействовать занятости населения, на бирже труда работает ряд программ. Одна из услуг – профессиональное обучение и дополнительное образование безработных граждан. С начала года на профессиональное обучение Центром занятости населения направлено 59 человек. Из них 52 безработных гражданина и 7 женщин, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, что достижение 2 рублей. Обучение граждане прошли по следующим специальностям. Оператор по добыче нефти и газа, слесарь, сантехник, делопроизводитель, продавец продовольственных товаров, экономика и бухгалтерский учет, повар. Также ежегодно безработные граждане могут поправить свое материальное положение, участвуя в общественных работах. Еще одна из услуг Центра – единовременная финансовая помощь на открытие собственного дела. Такой стартовый капитал в этом году получили 6 человек. Центр занятости поддержал бизнес-проекты по оказанию ремонтно-строительных работ организации «Чума-мастерской», открытие торговой точки по реализации кондитерских изделий и комиссионного магазина. Также на круглом столе обсудили и кадровое обеспечение системы здравоохранения. В настоящее время система здравоохранения региона представлена 10 государственными бюджетными учреждениями. Пять из них расположены в сельской местности и 24 ФАПами. В этих учреждениях работает 194 врача и 547 человек среднего медицинского персонала. За 8 месяцев 2016 года на работу медицинского учреждения округа принято 35 медицинских работников. Из них 14 врачей. В том числе тут устроили 5 молодых специалистов, окончивших учебное заведение в этом году. Это врач-иногринолог, врач-стоматолог, 2 медицинские сестры и 1 фельдшер. В этом агенте учреждения у нас учреждения в детский дом. Пять дачи, учающихся по целевому приему в сельской государственной медицинской медицинской сети, в этом году продолжат обучение в целевой агентатуре 4 специалиста и в целевой агентатуре 1 специалиста. Благодаря этому на будущий год мы получим 10 участников, в том числе и по таким нужным у нас специальности, как обучение, диагностика, общество, гигология или гигология. Руководитель департамента в своем докладе также отметила, что с целью привлечения медицинских работников из других регионов в округе приняты ряд программ по соцподдержке. Это единовременное пособие в размере двух должностных окладов. Оплата стоимости проезда работника от членов его семьи. Молодые специалисты, впервые приступившие к исполнению трудовых обязанностей, могут рассчитывать на значительную прибавку к зарплате. Не менее 30% оклада в течение трех лет со дня заключения договора. По итогам обсуждения вопросов, участники круглого стола рекомендовали органам госвласти продолжить консолидированную работу по снижению уровня безработицы и создать новые эффективные механизмы содействия занятости населения. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». 100% жилого фонда города Нарьинмара подключено к системе отопления. Отопительный сезон начался и во всех социально значимых учреждениях столицы. Об этом сообщила директор предприятий объединенных котельных и тепловых сетей Наталья Бетхер на расширенной планерке при губернаторе Нинецкого округа. Кроме того, в рамках совещания обсудили подготовку к предстоящим выборам, реализацию проекта «Высокий возраст» и другие вопросы. Надежда Литкова с подробностями. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации отопительный период начинается, если на протяжении пяти дней подряд среднесуточная температура наружного воздуха составляет ниже 8 градусов по Цельсию. В Нарьинмаре подключены к системе отопления все социально значимые учреждения. Учреждения дополнительного образования и спортивные объекты 100%, объекты органов власти, здравоохранения, социально значимые организации также все подключены. Не подключены 73 объекта и организации. Пять в связи с ремонтом. Отсутствует заявка на подключение 68 объектов. Из них организации 24, магазины 18, гаражи складские и производственные помещения 26. Обсудили на совещании при главе региона и подготовку к выборам, которые состоятся уже 18 сентября. По сообщению руководителя Департамента региональной политики, проводятся последние подготовительные мероприятия к единому дню голосования. Необходимая документация для проведения выборов завезена. На сегодняшний день досрочно проголосовало 767 человек. Выдано 54 ответительного удостоверения. Нарушений с точки зрения проведения избирательной кампании в сегодняшний день нет. Глава региона поручил проработать возможность досрочного голосования для жителей деревни Киа. Там проживают 58 человек, из них 36 голосующих. Глава муниципального образования Шоенский сельсовет сообщил о сложных погодных условиях и трудностях доставки членов избирательной комиссии. Руководитель акционерного общества «Месопродукты» осведомила о реализации социального проекта «Высокий возраст», запущенного 1 августа в сети магазинов предприятия. Напомню, специальные карты позволяют пенсионерам старше 65 лет приобретать продуктовые наборы со скидкой. На сегодня в округе проживают около полутора тысяч пенсионеров старше 65 лет. С начала действия программы принято 1081 заявление, выдано 116 карт. Мы объясняем причины сюжета «Высокий возраст». Если нет возможности подойти, значит мы работу наладим, чтобы на дому выдать. Проведен мониторинг 12 числа цен по всей группе товаров, которые по данной программе цены со скидкой и цены ниже, чем в магазинах города, в наших магазинах общества. Также на предприятии проводится работа по уточнению объемов поставки мяса оленя на 2016-2017 год для планирования проведения убойной кампании. К работе подготовлены убойные пункты, привезено дизельное топливо и проведена замена оборудования. Надежда Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Дети уходят из дома. Почему? Численность детей, самовольно покинувших семьи или профильные госучреждения в 2016 году по всей России, возросла на 22%. О ситуации в Венецком округе рассказали на заседании межведомственной комиссии. Численность детей, самовольно покинувших семьи или профильные госучреждения в 2016 году по всей России, возросла на 22%. Такие данные констатирует вице-премьер правительства Ольга Голодец. В Ненецком округе только за 9 месяцев текущего года подобных заявлений зарегистрировано более 30. Эти цифры были озвучены в рамках заседания межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. С начала 2016 года в дежурную часть окружной полиции поступило 36 сообщений по фактам самовольных уходов детей. Из них 18 случаев дети уходили из государственных учреждений для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. В текущем периоде 2016 года в дежурную часть управления поступило 36 заявлений и сообщений по фактам самовольных уходов детей. Из них зарегистрировано 18 случаев, половина от общего числа из государственных учреждений для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Двое несовершеннолетних, проживающих в детском доме, все мы хорошо знаем, это Мамонтова и Антипова, уходили из данного детского дома 15 раз. Они объявлялись в розыск. Изучение причин самовольных уходов несовершеннолетних из учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, показало, что в основном эти трудности заключаются в том, что адаптация подростков проходит очень тяжело. Нежелание игнорирования соблюдения режима дня, желание проводить свободное время бесконтрольно, а также беспрепятственно встречаться с друзьями и родственниками. Также причинами самовольного ухода из дома может являться неблагоприятная обстановка в семье и оставление ребенка на попечении родственников, а также склонность к бродяжничеству. Важным моментом в предупреждении самовольных уходов является профилактика. До 30 июня всем образовательным организациям был дан срок по разработке положений по профилактике самовольных уходов детей-семей и учреждений и алгоритм экстренного реагирования работы руководителя. В настоящее время департаментом проводим мониторинг, смотрим, у кого какие сложности возникли, в случае, если такие положения не разработаны. И в дальнейшем уже совместно с Центром ДАРТ у нас запланирована работа в части тех методик и профилактических бесед, которые ведет непосредственно сам ДАРТ. Говоря о анализе преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, стоит сказать, что динамика преступлений против жизни и здоровья снизилась с 11 до 10, что составляет 9%. С 10 до 7% снизились преступления против половой неприкосновенности. Однако печальным остается факт, что в этом году зарегистрировано три случая жестокого обращения с детьми. В 2015 году таких преступлений зафиксировано не было. Зачастую данные преступления совершаются родителями или законными представителями в состоянии алкогольного опьянения. На прошлой неделе в конце очень хорошо сработал детский садик, когда вызвал сотрудников полиции, когда за несовершеннолетним пришла бабушка в состоянии алкогольного опьянения. Молодцы воспитатели, ребенка не отдали, сообщили нам. Мы подъехали и в итоге еще и бабушка пришла, еще в более сильнейшем алкогольном опьянении. По нашей работе, проведенной совместно с воспитателями данного садика, был изъят из семьи еще двухлетний ребенок, который также находился в данной квартире с родителями, которые были в состоянии алкогольного опьянения. По итогам совещания для наиболее продуктивного взаимодействия всех сотрудников профилактики, разработки конкретных форм и методов для решения подобных проблем, решено организовать рабочую группу. Елена Семеновичева, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Такова была информационная картина дня. Увидеть новости вы можете также и на нашем сайте, адрес trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...